Часть 4. Есть такое понятие – чистый лист. Если вы будете читать книги по листу, что я вам вообще-то рекомендую, то вы с этим понятием столкнетесь. Чистым листом называется подмножество языка, которое включает вот такой набор функций. Конс лист для консолидации списков, кары КДР для их разбора, EQ Atom Null – это базовые функции проверки разных условий, CONT – это ретвление, DEFUN – это создание новых функций, QUOTE – это квотирование. Ну а что такое лямбда, мы разберем в одной из следующих лекций. Обратите внимание, что в чистый лист функция SETQ не входит. Чем интересен этот набор? Дело в том, что используя эти функции, можно реализовать весь лист на вот этих базовых функциях, которых совсем немного, чуть больше десятка. И это очень интересная особенность языка. Когда язык может быть легко реализован сам на себе, с моей точки зрения, это большой плюс и показатель действительно глубины и мощи этого языка. Ну подумайте, как бы вы написали, скажем, язык Паскаль на Паскале, или язык Си на Си. Это было бы не так просто сделать. А язык ЛИСП на чистом ЛИСПе, полный язык ЛИСП на чистом ЛИСПе, это примерно две, ну, может быть, три сотни строк кода всего на все. То есть это сравнительно небольшая программа. И вот с моей точки зрения, это и есть показатель мощи и глубины языка. Ну, понятно, что мы будем работать не в рамках чистого ЛИСПа, мы будем работать на полном ЛИСПе. Поэтому нам надо знать о дополнительных функциях, которые входят в этот язык. Вот некоторые из них будут приведены, остальные мы будем приводить по мере необходимости. Ленс, определение длины списка. Это встроенные функции, которые определяют длину списка на верхнем уровне. Сколько в списке элементов. Она вглубь списка не лезет, определяет только верхний уровень. Ну, вот два предиката, фиксит П, три предиката, фиксит П, флот П, битс П, еще можно было написать рэшнл П. Это логические функции, которые проверяют, является ли их аргумент, их единственный аргумент, является ли он, соответственно, числом типа фиксит, числом типа флот, и числом типа рэшнл, тут не написано, или битовой шкалой. Кстати сказать, когда я говорю, аргумент является числом, то есть атом, который задан аргументом этой функции, представляет ли он корректное изображение соответствующего объекта. Вот, кстати, все такие функции, проверяющие тип, они все оканчиваются на буковку П. Это не случайно, это тоже традиция ЛИСПа. Она связана с тем, что буква П – это первая буква слова предикат. То есть даже глядя на имя функции и зафиксировав, что имя оканчивается на П, грамотный человек может догадаться, что, скорее всего, эта функция предикатная. То есть она возвращает истину или ложь и проверяет какое-либо условие или тип своего аргумента. Есть функции сравнения. Больше, меньше. Они тоже имеют неограниченную арность, что дает довольно любопытные возможности. Мы это разберем. Неравенство чисел – это две галки, смотрящие в разные стороны. Или можно еще использовать обычный слэш и знак равенства. Это тоже допустимо. Больше или равно, меньше или равно. Есть логические функции – and и or. Мы разберем их отдельно, но смысл их, в общем, понятен. Логическое и и логическое или. А вот как насчет нот? Ну, вы, наверное, помните, я вам говорил в прошлом шаге, что нот и нал – это одно и то же. Поэтому вместо нот можно использовать нал или использовать нот как ее синоним. Вот некоторые примеры. Запрашиваем длину списка 1, 2, 3 в скобках 4, получаем 3, потому что на верхнем уровне список состоит из трех элементов, а внутрь функция lens не лезет. Проверяем, является ли число 3333 целым числом, и получаем закономерный ответ «да» является «t». А является ли оно числом с плавающей точкой? Нет, не является, потому что нет точки. А вот 33,33 не является числом с фиксированной точкой, потому что торчит точка в середине, она в целом числе недопустима. А вот если мы попросим проверить тип вот такого атома 33,33, то будет ошибка, потому что это не число, а в этом случае этот атом будет вычисляться по общим правилам, которые мы уже рассматривали. Он будет вычисляться по общим правилам. Естественно, атом 33,33 не имеет значения, поэтому будет ошибка вычисления. Ну, соответственно, больше ли 5,6? Нет, не больше. А меньше ли 5,6? Да, меньше. Ну и так далее. Тут всё достаточно прозрачно. А теперь приступим к программированию. Ну, возможно, вы ждёте, уже не ждёте, не дождётесь, когда же, наконец, мы будем писать нормальный код в среде разработки. Вы знаете, у меня есть определённая методика. Я много видел студентов, которые учат язык программирования не по книгам, не по каким-то интернет-материалам, текстовым, а по видосикам. Они довольно быстро начинают писать, но при первом же при первом же затруднении они разводят руками и говорят, а мы по видосу учили, а там такого не было. Поэтому я вас, что называется, ну, извините за грубое словцо, сначала накачиваю теории, а потом мы уже перейдём, когда мы всё это усвоим, потом мы перейдём как таковому к программированию в среде и будет гораздо легче понять многие вещи. Вот. Ну, давайте сначала без среды разработки напишем программу, которая будет вычислять длину произвольного списка. Ну, то, что делает функция Lens. Ну, давайте посмотрим, как это вообще на самом деле в Лиспе-то реализовано. Вот. Итак, у нас дан произвольный список. Ну, пускай числовой. Хотя это и не обязательно. Он может содержать и атомы, для длины эта роль не играет. Нам надо вычислить его длину. Но про список неизвестно ничего. Он совершенно общий. У нас для программирования нет ни циклов, ни переменных. Мы переменные договорились не использовать. Как же вот на таком тощем поле получить годный результат? Ну, нам поможет рекурсия. Смотрите. Наверное, никого не удивит, если я скажу, что длина пустого списка, то есть списка, который просто состоит из двух скобок, его длина равна нулю. Это представляется самоочевидным. А вот если мы возьмем непустой список, то его длина будет единица плюс длина хвоста. А хвост это список без головы. Я думаю, что эти два совершенно очевидных положения ни у кого не вызовут возражений. Длина пустого списка равна нулю, а длина не пустого это единица плюс длина хвоста. Это позволяет написать вот такую простенькую программу, простенькую, но правильную. Давайте разберем, что тут написано. Во-первых, задается функция len, я имя len не употребляю, потому что она уже занята, у которой единственный аргумент, который я обозначил х. Телом функции является конструкция cont. Конструкция cont состоит из двух условий. В первом условии проверяется, является ли список пустым. Null x это как раз проверка, список пуст или список не пуст. Если список пуст, то возвращается ноль, и поскольку cont является единственным выражением тела функции, то этот ноль и возвращается как результат. В противном случае, если список не пуст, то вычисляется вот такое выражение единица плюс, и мы применяем нашу же функцию смело к остатку списка. КДР это как раз хвост списка, список без головы. Все. Ну, только нужно аккуратно закрыть все скобки. Ну, это обычно обилие скобок, особенно в конце кода, в конце сложных функций служит поводом для безобидных, а иногда довольно ядовитых шуток про лисперов. Вот одна из этих шуток звучит так. Хакеры украли хвост лисп-программы размером в 700 килобайтов, этот хвост состоял из одних скобок закрывающих. Здесь можно посмеяться. Но мы смеяться не будем, попробуем эту функцию выполнить. Применяем ее вот к такому списку, он даже не чисто числовой, первые три элемента числа, а три последующих просто атомы. И у нас получается правильный результат, шесть, действительно в списке шесть элементов. Тут же решаем другую задачу, дан уже числовой, вот тут нам атомы помешали бы, одноуровневый числовой список, длина произвольна, нужно найти сумму его элементов. Но если вы внимательно следили за вычислением длины, то вы прекрасно поймете, что с суммой действия будут абсолютно аналогичны, только прибавлять мы будем не единицу, а голову списка. Вот решение. Если список пуст, то сумма его элементов равна нулю, это очевидно. А если список не пуст, то сумма его элементов равна голове плюс сумма хвоста. Те же простые соображения позволяют нам написать вот такую программу, которая написана, ну так сказать, по лекалам нашей функции Лен. Функцию я назвал сумм-лист. Кстати, минус может быть в середине атома это не запрещено и даже приветствуется. Вот такой стиль именования переменных, он лисповский. Ни в каком другом языке вы такое не сделаете, потому что это будет, ну скажем, в Паскале, в Джаве или в Си это будет как переменный сумм минус переменный лист. Это не может быть именем функции. А в Лиспе может. Только без пробелов. Опять-таки параметром этой функции является х, телом функции является конт, состоящий из двух условий. В первом условии мы проверяем, является ли список пустым. Если список является пустым, мы сразу возвращаем ноль. В противном случае мы прибавляем к голове списка, а это число, прибавляем вызов нашей функции на хвосте списка. Давайте проверим. Применяем нашу функцию вот к такому дикому списку. Можете убедиться на калькуляторе, что ответ получается 409 и он правильный. ответ правильный. Эти же задачи можно решать немножко по-другому. Это тоже будет рекурсивное решение. Да, я предполагаю, что вы слышали такое слово рекурсия. Рекурсивная функция – это функция, которая вызывает сама себя. Ну вот, я позволю себе отступить назад. Вот здесь вы отчетливо видите, что функция суммлист вызывает сама себя на хвосте списка. Вот это и есть рекурсия. В третьей строке функции суммлист содержится рекурсивный вызов. Эту же рекурсию можно оформить немножко по-другому. Давайте напишем наши функции, ну, чуть-чуть выполним небольшой реинжиниринг, переделку. Пусть у функции будет два параметра список и переменная так называемый аккумулятор. Первоначально мы в этот аккумулятор положим ноль при вызове. А потом в этом аккумуляторе будет копиться результат. Вот, посмотрите, функция len с дополнительным n она теперь принимает два параметра. lst – это список, а ac – это аккумулятор. Как она работает? Если список пуст, мы просто возвращаем значение аккумулятора. Но если первоначально при запуске мы в аккумулятор положили ноль, то для пустого списка ответ будет правильный. Длина пустого списка по-прежнему ноль. А вот если список не пустой, то мы вызываем нашу функцию на хвосте, а к аккумулятору прибавляем единицу. То есть функция кар нам здесь даже не нужна, мы ее не используем, а к аккумулятору мы прибавляем единицу. И посмотрите, этот код будет работать не хуже предыдущего. Мы скоро в следующем шаге все это наконец введем в среде разработки. Вот такой параметр ac называется накопительным параметром. При запуске функции ему нужно присвоить правильное значение. Если мы присвоим ему неправильное значение, например, 5, то тогда у нас результат будет длина списка плюс 5. Ну, а если мы присвоим ему значение 0, то будет правильное значение длина списка плюс 0, то есть длина в чистом виде. Точно так же можно реализовать и суммирование списка с накопительным параметром. я уже сильно не комментирую. Вот функция сумм лист n, которая принимает список и аккумулятор, и вот здесь нам кар нужен, потому что если список не пуст, мы вызываем нашу функцию на хвосте, а к аккумулятору прибавляем голову. Ну, и опять результат должен получиться правильный. На этом мы заканчиваем четвертую часть нашей развернутой лекции, а дальше мы начнем программировать уже в среде разработки.